Татьяна расскажет нам, как строить и контролировать работу в компании. Топ-10 проверенных методов. Хорошего выступления. Спасибо, Владимир. Коллеги, всем доброе утро, день. Дальний Восток пишет, уже давно не утро, а вы уже давно такие бодрые. Рада приветствовать вас сегодня. Тема такая, да, вроде в одном предложении, но тем не менее очень и очень важная. Я поделюсь с вами сегодня нашим опытом, да, опыт, который мы в компании, он у нас, так скажем, возник не за один день и не за один год. Скажите, пожалуйста, плюсики поставьте, кто знает о компании FitService, так чтобы немножко, да, плюсик, плюсик, отлично. Кто не знает, да, кто-то даже два плюсика, давайте я немножко вкратце расскажу. Компания FitService. Мы развиваем сеть автосервисов в России. В нашей компании уже достаточно большое количество лет, 2008 года мы развиваемся. То есть можно понять о том, что мы прошли уже несколько кризисов, преодолели, успешно преодолели, потому что на сегодняшний день мы лидеры на рынке, да, мы занимаем первое место. Это тоже расскажу, в каких номинациях, да, вкратце, но самое основное, да, мы развиваем сеть автосервисов. И на сегодняшний день у нас 200, я сейчас покажу, да, карту, 288, но сегодня будет 288 сервисов в двух странах, 142 города, где мы сейчас, где у нас наши сервисы есть. Вот, и если говорить о том, да, о наших достижениях, тоже вкратце, почему сегодня и пригласили, да, поделиться опытом, мы занимаем первое место в списке Forbes. Как самая выгодная франшиза, мы за нее входим в топ-3 РБК. Как самая выгодная франшиза в России. Ну, есть, конечно, много регалий, которые здесь перечислены, и на самом деле мы это делали осознанно, мы это делали, это была у нас такая основная цель и задача на протяжении нескольких лет, это стать компанией номер один. О чем сегодня будет наша с вами встреча? Я прошу вас подключаться с точки зрения того, что я буду задавать вопросы. Если есть возможность, подготовьте листочки, ручки. Для чего? Для того, чтобы такой немножко был интерактив, да, и с большей пользой. Начну с того, что достигая данной цели, каждый год мы ставили для себя как раз-таки что? Цель. Да, каждый год для нашей компании есть основополагающая цель, к которой мы идем. И если вернуться к теме, как строить и контролировать работу в компании, вот как раз строится и работает у нас, это то, когда мы выставляем определенную систему, да, определенную систему, по которой мы работаем. Каждый год в нашей компании есть определенная цель, к которой мы все, наша команда, наши партнеры, к ней идем. Вот когда-то это были цели такие, как стать номером один, стать лидером рынка, работать, чтобы все наши сервисы были во всех миллионниках и небольших городах. На сегодняшний день, на сегодняшний год, в 22-м году мы для себя поставили фокус, это такую цель, как выручка. Вот, и если говорить о том, каким образом достигать этой цели, я в первую очередь хотела бы у вас задать вопрос. И ответьте вот прямо на листочку себе. Какая цель вашей компании? Сколько сотрудников знает о цели компании? Как часто вы анализируете план-факт цели? Какой процент в мотивации у сотрудников именно завязан на цели компании? Сколько проектов в компании направлено именно на цель, на достижение результата? То есть, как правило, когда мы только начинали, иногда заканчивался год, и мы такие, достигли цели или нет. И бывало так, что мы не достигали цели. Почему? Потому что о цели первое, самое главное, не все сотрудники, не все в компании знали о том, какая цель вообще есть у компании. Они знали руководство, знали собственники, да, и каким-то образом к ней шли. Так вот, что мы изменили в последние годы, это то, что о нашей цели знает каждый сейчас сотрудник, да. Если я говорю о том, что мы сейчас поставили на 22-й год цель по выручке, да, вот я здесь привела скрины, это программа обеспечения, где мы общаемся с нашими сотрудниками. Мы постоянно, системно информируем о том, как мы идем к цели, на какой стадии мы сейчас находимся. Мы даже придумали такой показатель, как фит-индекс. Это фит-индекс, это выручка, которая на текущий год ставится, да, и при ее выполнении есть дополнительная премия у каждого сотрудника. Вот, абсолютно у каждого сотрудника, начиная от оператора, заканчивая топ-составом, да. Вот этот очень важный фактор того, что каждый сотрудник у нас четко понимает о том, что какая цель есть у компании, да, и если он работает в компании, он точно направлен на то, чтобы его работа, да, его вклад был на достижение этой цели. Что есть еще самое важное, да, мы определили цель каждый год, когда мы ее определяем, да, мы обязательно раскладываем ее каждый из департаментов, который у нас есть в компании, он создает такой проект, да, это, кто-то говорит, стратегическая сессия, защита бюджета, да, вот это все, да, формируется у каждого департамента на то, чтобы как он, каждый из департаментов, будет помогать достигать данной цели. Здесь перечислены те департаменты, которые у нас есть в компании, которые помогают нашему бизнесу, каждый из них направлен на то, чтобы бизнес развивался и достигал своих целей. Всем известен HR-департамент, конечно же, маркетинг, развитие, FitLab – это наш обучающий центр, который учит наших сотрудников, сотрудников-партнеров, контакт-центр, технический департамент, мы все-таки, так как относимся к производству, да, потому что у нас работа на сервисах очень завязана со сложными работами, да, поэтому есть технический департамент, ну и, конечно же, франчайзинговый департамент, который непосредственно занимается развитием франчайзингового направления. И каждый из департаментов, ну это называется такой декомпозиция цели, можно сказать, да, составляет для себя ключевые проекты и то, как в течение этого года, мы берем на примере с вами сейчас, я вам рассказываю, 22-го года, каким образом, какими проектами департамент будет достигать данных показателей, да, как он, его департамент своими проектами будет влиять на что, да, мы выбрали цель, это как выручка. Здесь привела, ну, такую выжимку, да, потому что это очень долго, времени у нас с вами очень мало, да, какой из департаментов какие проекты для себя выбрал на 22-й год, чтобы на конкретных примерах вам показать. Ну, расскажу на одном, например, давайте расскажу на HR-департаменте, да, какие проекты для себя определил на 22-й год. Это, например, единые ставки в сети, почему они важны. HR-департамент на защите рассказывает, объясняет и, ну, так скажем, обосновывает, почему он берет данный проект, потому что кадровые, у нас в городе есть несколько партнеров, и очень важно, чтобы у всех сотрудников была единая мотивация, чтобы не получилось, что один партнер платит больше, чем другой партнер. Из-за этого возникает текучка кадров, из-за этого возникает конфликтная ситуация, и они что, они отвлекают от чего? От зарабатывания денег, от того, чтобы работать с клиентами, да. Ресурс направляется у партнеров в другое русло, у сотрудников в другое русло, поэтому для нас очень важна эта единая система, единая система оплаты труда. Следующий HR-департамент для себя определяет на основе 2020-2021 года, это кадрового года, когда в пандемию произошел такой слив наших сотрудников, потому что в момент пандемии, да, все ощутили кадровый голод, да. И для нас очень важно, чтобы у нас сформировался кадровый резерв, для того, чтобы наши станции, они работали, они не приостанавливали свою работу и не теряли эффективности, да. Поэтому на сегодняшний день мы сами формируем студентов, студенческие сообщества, работаем во всех городах с учебными заведениями, для того, чтобы формировать себе кадровый состав на будущее, для того, чтобы, да, это как раз третий идет пункт, да, это укомплектованный штат. Потому что если на станции не будет укомплектован штат, то, соответственно, что не будет выручки на станции. Поэтому это очень важно, да, есть цель, каждый департамент разбивает цель на проекты, как он будет эту цель достигать, и, собственно, да, защищая данные проекты, они принимаются, если они оцениваются эффективными. И это планер на год, год работы. Дальше, что формируем мы всегда, да, от того, когда департаменты сформировали свои проекты, как они видят, все прекрасно понимают, что есть внутренние проекты в департаменте, а есть проекты, которые кроссовые, когда подключаются различные наши сотрудники, да, которые бы помогли в данном проекте, да, это так называемые кросс-функциональные проекты. Что формирует это следующее? То есть мы из всего делаем систему. Цель, у департаментов есть свои проекты, проекты разводим на внутренние проекты и кросс-функциональные, и после этого у нас создается система координат, такая, как встреча, для того, чтобы это было не хаотично, для того, чтобы это было структурно, для того, чтобы можно было это контролировать, да, в дальнейшем, в течение года, и что-то менять в зависимости от того, как вот, например, сейчас сложилась, да, ситуация, все в нее попали, да, и каждый понимает о том, что что-то нужно менять, но при этом мы не должны отходить от цели. Так вот, мы создаем координаты встреч, которые также, они, ну, для всех становятся прозрачными, то есть возникает такой график-планер встреч, который разбивает работу сотрудника на понятную загрузку, и из нее мы понимаем, загрузка у кого сильная, у кого, соответственно, есть все равно еще ресурсы, да, и какие задачи можно было бы еще сотрудникам дать. Поэтому я, это следующий вопрос, который хотела бы вам задать, ответьте на него, ответьте на него тоже, так, знаете, честно хотелось бы, да, как часто вы проводите встречи с вашими сотрудниками, какие встречи вы проводите, да, какая цель данных встреч, сколько по времени занимают встречи, и самое важное, что по итогу встреч. Мы сталкивались с такой ситуацией, это прямо такая боль была в компании, когда, особенно когда мы быстро развивались, и очень было много задач, нужно было и здесь, и в регионы, и с партнерами, и все быстро очень меняющееся. Мы встретились, поговорили, разбежались, потом встречаемся через месяц, а что? А никто не помнит вообще, а какие итоги, и для чего была эта встреча. И, соответственно, это, ну, просто тормозило, и, ну, аналогично, да, соответственно, тормозить процессу ничего не делается, какие-то конфликтные ситуации, недопонимания. Поэтому мы разбили встречу в очень понятную систему, которая, ну, вот она выглядит на сегодняшний день следующим образом, да, и что очень отлично, да, да, да. Вот что очень важно, да, мы разделили, у нас есть блок работы в управляющей компании, но есть блок, очень важно, это работа с нашими партнерами, это неотделимая часть, потому что все выручки генерят, как бы там ни было, это, конечно же, выручка сервисов и работа, наша работа с партнерами. Поэтому я начну с такого графика очень кратко, да, ну, чтобы представление было, как это в реальности, к чему мы пришли, это еще раз, да, это просто через несколько лет опыта работы мы пришли вот к такой сейчас уже, кажется, обычной, простой и понятной системе встреч. Первое – это ключевые, важные встречи, это советы директоров, участвуют наши партнеры, участвуют наши сотрудники, и что, да, это итоги и планы, стратегические планы, очень важные проекты, то есть для того, чтобы все были в одном информационном поле. Это очень важно, чтобы все, кто работает в компании, все, кто направлены на цели, все, кто направлены на то, что в этом бизнесе существует и есть, это очень важно, это всем быть в одном информационном поле. Поэтому у нас это две ключевые, самые ключевые встречи, это называющие советы директоров. Каждый квартал – это уже более операционные встречи, каждый квартал мы встречаемся с нашими партнерами, с нашими сотрудниками, когда мы рассказываем уже руководителям наших департаментов о выполненных задачах, да, о том, какие будут следующие этапы в силу различных изменений на рынке, да, и это опять, чтобы мы были все в одном информационном поле. Ежемесячные встречи – это еще более мелкие операционные задачи. Встречи на встречах, это наши партнеры, тоже сотрудники компании. Почему мы их организуем? Сейчас мы готовимся, например, к сезону, да, у нас сезон шиномонтажа, сезон кондиционирования и так далее. Здесь мы разбираем уже более детально, что завтра нужно сделать, что послезавтра нужно сделать, да, там есть определенные системы, чек-листы и так далее. И вот это следующий этап, это более мелкие разделенные задачи. И самые мелкие, но не менее важные – это когда мы встречаемся с партнерами ежемесячно, с каждым партнером по его конкретно станции. Глобально все здорово, но каждый партнер говорит, а у меня есть свои личные вопросы и проблемы. И эти встречи, они тоже очень важны, когда мы с ними разбираем. Есть встречи, управляющие компании, топ-состав, стандартные встречи. Есть встречи с руководителями отделов, это уже наши внутренние встречи, да. Есть функциональные, про которые я говорила, встречи по проектам, что тоже очень и очень важно, да. И, ну вот вкратце, пример из жизни – это мой планер в прошлой неделе, и так у меня расписано абсолютно и у моей команды графики работы, планы работы на неделю полностью, на весь год. И тогда можно уже смотреть, да, в какой момент иногда бывает, да, перегруз, и мы понимаем, что эту функцию необходимо уже отделять. Но это можно все сделать только тогда, когда это вот так в системе разложено, да. Что следующее? Все замечательно, есть цель. Цель разделили на проекты, проекты разделили на встречи. Есть система координат, но всегда что возникает третьим? Это все не работает, если не контролируем. Да, это мы тоже поняли спустя тоже какой-то опыт времени, да, когда мы вроде и цель сделали, и проекты собрались, но если нет контроля, системного, постоянного, прозрачного контроля, можем достичь результата, но не такого, как хотелось бы. Мы максималисты, да, у нас все всегда по максимуму, все должно быть, если берем, то по максимуму. Поэтому система контроля, она очень важна, да, это те вопросы тоже, которые хотела бы вам задать, да, вы их видите, вы тоже можете ответ написать, искренне на самом деле, как у вас есть. Система контроля очень и очень важна, да. Я поделюсь с вами теми инструментами контроля, которые есть у нас для партнеров и есть в управляющей компании. Так, не туда нажала. Окей, погнали. Контроли. Система контроля наших партнеров, сервисов, потому что они удалены. У нас всего два головных офиса, один в Новосибирске, один офис находится в Москве. То есть, представьте, 142 города. Нам же необходима какая-то обратная связь сторонняя от того, что происходит на станции. У нас есть тайные покупатели, у нас есть открытые проверки, когда приезжают и полностью делают аудит станции, и она проходит один расклад. Есть проверка технологов, потому что это и производство, и нам необходимо понимать укомплектованность, какая оборудование на станции, да, какой инструмент, все ли совпадает, не молотком ли они прибивают, да, это очень важно, да, потому что все-таки мы работаем с очень дорогостоящим имуществом нашего клиента, да, второе после квартиры, можно сказать. Это ведение документов, которые проходят в программе, мы системно контролируем, слушаем звонки, потому что это все в нашей одной системе. Мы берем обратную связь у клиентов, да, мы замеряем удовлетворенность сотрудников один раз в месяц, мы спрашиваем, потому что это тоже очень важно, работа с командами, да, чтобы не было той же самой текучки кадров, потому что как только уходят сотрудники, два сотрудника ушло в минус 20% выручки. Обычная, стандартная, так скажем, арифметика, да. Следующая, аттестация сотрудников для того, чтобы все-таки оценивать уровень, уровень сотрудников, да, потому что у нас очень-очень много проходит обучение, и они сами, самое главное, чтобы себя оценивали. У нас есть ранговость по заработным платам, да, по квалификации сотрудников, чтобы у них был карьерный рост, да, поэтому проводим аттестацию. Что является инструментами, инструментами контроля команды, да, которые есть, я тоже с вами поделюсь, они такие очень интересные, да, но то, что мы с командами ежедневно работаем, да, вопрос, а как еще их контролировать. Это личный мой лайфхак, могу сказать. Это делает каждый участник моей команды, вот. Каждое утро, мне не важно в каком формате, да, каким программным обеспечением, блокнотом или чем пользуется, но самое главное, отправляет его план дня на сегодняшний день. Очень важный, да, момент, который именно, то есть он структурирует его день. Я меньше всего, то есть я не проверяю, а ты сделал или в это время. Нет, это больше даже, ну, это обратная связь уже от ребят. Есть структура, что мне сегодня необходимо сделать, да, и есть вариативность, если что-то не очень важное появляется срочно, что как что поменять, но оно даже визуализировано. Очень важно, что это визуализировано. Вот в таком формате. И самое, что очень важное, в каждое, абсолютно в конце каждого дня, они пишут итоги сегодняшнего дня, то есть они отмечают, это сделал, это не сделал, это перенес и так далее. Тоже в большей степени, можно сказать, они делают это для себя, да, но вот это в силу того, что сейчас очень много меняется, каждый день что-то появляется, да, это все равно не дает уйти от фокуса, не дает уйти, ну, так скажем, распылиться, что в конце дня сидишь, он прошел такой, и ничего я не сделал. Следующие инструменты контроля, которые существуют, ну, это даже не инструмент контроля, я бы сказала, да, это больше такие подведения итогов, каждую неделю в команде у меня ребята, они пишут их победы. То есть что за неделю, какие достижения за неделю у ребят, они реально получились, потому что да, что-то может не получаться, да, где-то мы можем ошибаться, это нормально, это все учимся, да, с учетом еще тех перемен, которые сейчас происходят, да, все, кажется, очень страшно что-то делать, но мы делаем, да, потому что если сейчас сидеть и бездействовать, это такая сомнительная история. Поэтому очень важно вытащить за неделю, я вот, ну, для меня, да, понятие, что ребята, как сами они оценивают, что было крутого, что было важного, какие достижения по неделе. И такой интересный инструмент контроля, вот у кого есть производство, у кого есть офисы, у кого есть, ну, то есть, так скажем, то, где сотрудники работают, да, возможно, магазины и так далее, вы из разных сфер бизнеса. Но это фотоотчет рабочего места по завершению дня. Отправляют, вот даже здесь есть мой стул, слева нижняя фотография, я каждый день отправляю, да, ребятам о том, что, да, вот, место, мое, станок, да, оно чистое, оно ухоженное, нет никакого хаоса, да, если это на станциях, у нас сотрудники отправляют, нет автомобилей в буксе, если они есть, они отключены, чтобы не было, не возникало пожара, на сигналку сданы, все ворота закрыты, да, все. И все собственники, мы как управленцы, все, мы спокойны о том, что все, все хорошо, потому что это точно минимизировало различные ситуации, ну, так скажем, форс-мажоры, пожары и так далее. За нашу историю было и горели станции, и топило станции, и воровство на станциях, и это все за счет, почему? По причине того, что здесь не отключили, здесь не закрыли, а здесь не досмотрели. Вот, имущество дорогое, не хотелось бы рисковать, две минуты, и все, собственно говоря, готово. Да, есть различные точки контроля, это как показатели, это тоже еженедельно, ежедневно мы выгружаем, смотрим, для того, чтобы можно было координироваться. Они у нас в различных ПО, в различного формата сделаны, для того, чтобы было быстро, мобильно и удобно это делать. Это один из отчетов, который предоставляет отдел развития команды, которая работает. То есть, если говорить, мы не фокусируемся на каком-то одном из форматов, да, все в одном, например, работаем ПО, да, для нас очень важно другое, да, это то, каким образом на сегодняшний день у сотрудника, да, у непосредственно команды идет движение, идет движение по проекту, да, идет движение по работе. Как сейчас достигаются цели, как сейчас, что сейчас можно поменять, для того, чтобы это можно было делать в мобиле. И если вернуться к теме, как строить и контролировать работу в компании, да, это что? Это сделать систему. Это самое, одно из самых сложных. Еще раз повторю, я сегодня, у меня заканчивается выступление, за 30 минут вам рассказала тот опыт, который формировался в компании, работаю 6,5 лет, как управленец. У меня опыт уже 20 лет, скоро будет юбилей. Вот, это вроде кажется достаточно просто, но важно, чтобы это реально внедрялось, да, это контролировалось, да, и это была система. Не было чайка-менеджмента, не было хаотичного движения, только это может все-таки обеспечить всегда фокус, фокус на цели, фокус на результате, да, и со временем, что необходимо видеть и менять. Ну, это моя любимая фраза, все, что можно автоматизировать, всегда необходимо автоматизировать, чтобы его освобождать в свое эффективное, ценное время на то, чтобы работать с командой, работать с партнерами, искать новые-новые решения, новые возможности. И такой небольшой финал, да, для меня всегда, знаете, как Тетрис, игра в Тетрис, есть фигуры, да, и побеждает тот, кто первое, первое, это внимательность, и второе, скорость принятия решений, что сейчас тоже очень важно, коллеги. И в финале, это мои контакты, постаралась быстро, кратко, емко вам рассказать. Вы можете записать, можете мне писать, будут вопросы, да, какие-то вопросы вы сейчас будете задавать после выступления, с удовольствием на них отвечу, поэтому скажите, так, у меня еще есть время, да, я так понимаю, правильно? Владимир? Буквально полторы минуты, но давайте мы перейдем к блоку вопросов. Огромное вам, во-первых, спасибо за выступление, очень интересный спич, и самое главное, такая, ну, как вы сказали, две фразы, которые меня на самом деле очень сильно задели, как можно шестилетний опыт применить в рамках получасового спича, это такая сложная задача. Ну и второй момент, автоматизируйте все, что можно автоматизировать. Потрясающая фраза, полностью под ней подписываюсь. А теперь давайте перейдем к вопросам. Наши слушатели позадавали вопросом. Первый, Татьяна, подскажите, тайный покупатель, реальный или физический контакт? Реальный, то есть физический контакт приходит на станцию, или по телефону звонят? Абсолютно, реальный физический контакт. Есть у нас такое, что по телефону мы это делаем тоже каждую неделю, но приезжает физическое лицо. Есть определенная тоже схема, да, кому это интересно, тоже контакт я отставлял, с удовольствием поделюсь. Это не секрет, мы открытая компания, всегда делимся своим опытом. Отлично, спасибо большое, коллеги. Татьяна, телефон указала на последнем слайде, обязательно используйте. Хочется сказать, во-первых, что мы обязательно вышлим все презентации всем слушателям, всех спикеров, которые есть. Ну и напомню вам, не забывайте ни в коем случае поддерживать наших спикеров, огонечков. Кстати, как вам выступление? Подставьте огонечки. Татьяна, перед тем, как я перейду уже к следующему вопросу. Татьяна, подскажите о контроле и прослушивании. Этим занимается отдельная служба у вас или нет? Да, это отдельная служба, называется служба мониторинга. Да, она так и называется. Это отдельные операторы, которые работают под чек-листом. Там у них очень все автоматизировано. Тоже, кому будет интересно, пожалуйста, я специально сделала слайд. Григорий, еще раз повторю, задавайте любые вопросы, пишите. Мы открыты, всегда все расскажем. Кто в Новосибирске и кто не в Новосибирске, приезжайте в наш офис даже. Татьяна, следующий вопрос очень интересный. Если вам придется оставить только один инструмент из тех, о которых вы рассказывали, то какой будет? Представление не имею почему, но давайте представим. Инструмент какой? Контроля? Контроля, да, безусловно, инструмент контроля. Телефон. Мы с партнерами постоянно на связи, мы с сотрудниками постоянно, поэтому единственный инструмент, который я ставлю, чтобы у меня была возможность позвонить. Хорошо, была возможность позвонить. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что если, например, а вообще, скажите, исполнительный директор, ну, на самом деле, для тех, кто не знает, вдруг каким-то образом никогда не сталкивался, исполнительный директор – это одна из самых интересных вообще позиций в компании. Исполнительный директор – это тот человек, который обязан, ну, условно, я сейчас большими мазками буду говорить, который обязан следить за тем, чтобы все бизнес-процессы в компании исполнялись именно правильно. Чтобы вот эта креативная группа, которая собралась, придумала такая, все сделала, а через два дня уже делает по-старому, чтобы вот этот сценарий не работал. Должен быть человек, который говорит, нет, сейчас наш процесс действует вот таким вот образом, вводит в него изменения и контролирует это. Ну, то есть, на самом деле, эти все вещи можно контролировать с помощью только телефона. Да. Если один инструмент оставят, то да. Хорошо. Ну, это к вопросу, друзья, как можно перенимать опыт больших, крупных, многомиллиардных корпораций и компаний в работе непосредственно вашего бизнеса. Ну, то есть, вам достаточно просто обыкновенного сотового телефона для того, чтобы следить, что те и те и те креативные задачи, которые вы ставите перед своей командой, постоянно исполнялись просто обыкновенным функционалом, который есть непосредственно в нем. А с него я дальше уже буду задавать вопросы. Интересно, мне формулировка нравится. Факапы – восклицательный знак. Факапы в таком красивом контроле. Много восклицательных и попросительных знаков. Были ли факапы, Татьяна, и какие? Да, на самом деле, они же постоянно, мы с ними сталкиваемся. Кто-то что-то не делает, что-то не получается, да. Почему, еще раз, да, почему системность? Для того, чтобы вот в этой системе можно было, если что-то идет не так, не надо, то есть, если оно не меняет процесс, то тогда нужно делать по-другому. И это быстро здесь принимающееся решение. Мы все учимся на этом. Это нормально. Вот в компании принято следующее, да, самое главное – не бояться. Ошибаться там или каким-то провалом. Это не факап, это то, что на самом деле, ну, не получилось, окей. Ну, мы будем страдать или мы будем делать? Я инвестирую не в твои ошибки, я инвестирую в твой опыт. Абсолютно, Владимир, именно так. Да, понимаю. У нас один из принципов компании «развивайся или проваливай». Как можно развиваться, если не допускать ошибок? Бояться допускать ошибок, самое главное. Бояться, ну, окей. Тут буквально недавно сформулировал такую фразу о том, что лучший сотрудник – это нейросеть. Ну, то есть он может совершать большое количество ошибок на начальном этапе, но постоянно улучшаясь, в итоге не должен совершать ошибок от слова «совсем». Ну, вот эти вот моменты обучения так или иначе должны происходить. Ну, я думаю, что здесь плюс-минус об одном говорим. Хорошо. Продолжая про возможные ошибки. Татьяна, какие были очень больные места, которые в первую очередь пришлось контролировать? Топ-5, ну, может быть, топ-2, топ-3. У нас буквально остается одна минута. Хорошо. Самые больные. То есть, смотрите, когда мы передаем бренд нашему партнеру, да, и мы несем ответственность перед клиентами, перед сотрудниками за наш бренд, за наши стандарты. И когда, например, не выполнялись те договоренности, которые существовали, вот это, наверное, одно из самых сложнейших, да, если я правильно услышала вопрос, то есть, с чем мы сталкивались на протяжении. Поэтому здесь очень важно, с кем мы заключаем. Мы, вот, пройдя этот этап, мы четко для себя поняли, кто наш партнер. И если он не подходит под данный профиль, мы честно признаемся, говорим о том, что мы не сможем, мы не продаем, мы развиваемся, мы не сможем с вами развиваться. Так же с сотрудниками, абсолютно, да, когда мы, например, что-то происходит, мы делаем, да, но мы видим, например, что это не получается, мы откровенно говорим, что нет. Это самые, наверное, такие болезненные были, потому что это люди. Окей. Татьяна, спасибо большое. Мы очень жестко регламентированы нашим графиком. Спасибо. Я абсолютно уверен в том, что у вас есть еще тонны информации, которые можно сказать. У наших слушателей есть огромное количество вопросов, которые можно спросить. Очень важный нюанс. Татьяна приготовила для одного из вопросов, которые задавали сейчас замечательный липыз от компании FitService, такой потрясающий рюкзачок. Мы его, конечно же, подарим. Озвучим, кто это был у нас во время конференции уже в самом-самом конце, поэтому мы обязательно дожидайтесь, и вам его пришлем. Татьяна, буквально последние 10 секунд, что хотите сказать всем слушателям? Я хотела бы сказать, знаете, во время хаоса, которое время неопределенности, которое сейчас происходит, самое главное не паниковать, да, и всегда помнить, а какая цель, и вести команду за этой целью, потому что мы, как руководители, сейчас очень важны для команды, для клиентов, для наших партнеров. От нас очень многое зависит, как от руководителей, поэтому держитесь! Отлично, отлично, отлично на пустыне.